Всех заселят, не паникуем. Что такое цифровой рубль? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделина Абдрахманова. Вот и лето подходит к своему логическому завершению. Впереди новый учебный год. Абитуриенты уже подали свои заявления и получили приказы на зачисление. Теперь для иногородних ребят новый этап – заселение в общежитие Казанского федерального университета. О том, как прошел первый день заселения и какие документы нужно принести, чтобы получить место, узнаете в следующем сюжете. Август близится к своему завершению, а это значит, что совсем скоро начнется новый учебный год. Абитуриенты подали свои документы и получили списки о зачислении. И теперь им, уже студентам, нужно решить вопрос с жильем. Для иногородних ребят предполагаются места в деревне-универсиаде и студенческом городке, который объединяет 31 общежитие. В этом году по каждому из адресов был проведен ремонт, чтобы студенты чувствовали себя комфортно. Теперь, когда все готово, студенты начинают проходить этап заселения. Студенты иногородние первого курса заселяются в разные общежития при наличии колька места. Так как за каждым структурным подразделением закреплен жилищный фонд, и каждая жилищно-бытовая комиссия институтов распределяет, и это будут общежития деревни-универсиады и студенческого городка. Я интересуюсь в общежитии деревни-универсиады, дом номер 2. Мне повезло попасть в данное общежитие, и я очень рад этому. Сегодня с самого утра я на ногах, и я приехал из своего родного города Волженска. Я приехала из далекой Сибири, Новокузнецк, потому что в Ютубе нашла видео красивой деревни-универсиады. Я первый раз приехала, и вот вчера весь день гуляла. Красивый город, мне это же понравилось. Надеюсь, что я в университете найду много друзей, знакомых, и вообще проведу хорошее время. Как отмечают сотрудники Казанского федерального университета, иногородние студенты должны были подать заявление на заселение в общежитие в социально-образовательной сети «Буду студентом» либо через портал госуслуги до 20 августа. Далее за работу принимаются жилищно-бытовые комиссии. После того, как человек нашел себя в списке на заселение, ему необходимо в назначенный день подойти в культурно-спортивный комплекс «Уникс». Здесь для студентов проведут инструктаж и назначат комнату для проживания. С собой необходимо иметь определенный пакет документов. Для иногородних студентов первого курса из Российской Федерации необходимо при себе иметь паспорт, ИНН, страховое свидетельство, медицинский полюс. Также нужно заключение о прохождении флюорографии, кровь на РВ и заключение дерматовенеролога. При заселении в общежитие у нас здесь выдается заключение уже терапевта. Его дополнительно получать не нужно. Также иногородние студенты в Униксе получают два квиточка. Первый квидочек с номером общежития и комнаты, второй о прохождении инструктажа. Я из города Паранайск на Сахалине, это почти в самом центре. Я узнал о КФУ от своих подруг, которые уже учатся здесь на факультете журналистики. Я хотел учиться здесь в сентябре, я был на этом настроен. Правда, я думал, что я буду учиться где-то там, что больше связано с географией, геологией, что-то такое. Но потом понял, что педагогическое направление для меня оптимально. Я приехала из Казахстана, из города Шимкент, учиться на журналиста, собираюсь учиться на журналиста, буду проживать в деревне универсиады. Почему выбрала КФУ? Мне просто кажется, что именно в сфере журналистики здесь мне помогут, и я смогу развиться, смогу стать хорошим специалистом. И, в общем, я много слышала об этом университете, то, что все понятно, что все красиво, комнаты, что все хорошо обустроено, без каких-то там старых домов, все прямо так красиво. И для студентов все сделано. Отметим, что заселение стартовало 24 августа. Все иногородние студенты первого курса, нуждающиеся в жилье, были распределены в деревне универсиады. Первыми заселили студентов из Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, Института филологии и межкультурной коммуникации и Института управления экономикой и финансов. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюс. В России стартовал первый этап тестирования цифрового рубля. Кошельки открыли 600 человек. Что это за новая валюта и как ей пользоваться, расскажет мой коллега Амир Ахтямов. На днях в России стартовал первый этап тестирования цифрового рубля. Кошельки открыли 600 человек. Пока они могут только пересылать друг другу третью форму валюты и оплачивать покупки в 30 торговых точках. Допущенные к начальной студии эксперименты 13 банков готовятся захватить рынок. А те, кто опоздает, ждет потери клиентской базы. О том, как цифровые рубли начали хождение в Казани и на что они способны, прокомментировал эксперт Казанского федерального университета. Цифровой рубль, в отличие от традиционных безналичных рублей, может использоваться исключительно для расчетов, то есть для оплаты товаров и услуг, но не может использоваться для финансовых операций. То есть в цифровом рубле невозможно получать и предоставлять кредиты, размещать цифровые рубли на депозитах. По словам Игоря Коха, гражданам не стоит беспокоиться о безопасности своих финансов, так как сам цифровый рубль для пользователя намного надежнее обычного рубля. Но возникает другой вопрос. Есть ли вероятность киберхакерских атак? Что касается киберзащищенности, защищенности от цифровых атак, то безусловно хакерские атаки возможны на любые платформы, но думаю, что цифровая платформа Центрального банка защищена от взлома никак не меньше, чем цифровые ресурсы того или иного коммерческого банка. Важно заметить, что цифровой рубль невозможно продать или купить, так как это не является финансовым инструментом. Как заявляет эксперт КФУ, цифровой рубль – это всего лишь третья форма рубля. Именно по этой причине его можно получить только за безналичный капитал. То есть перевести денежные средства с банковского счета в форму цифрового рубля. И при необходимости наоборот. Амир Ахтямов, Универньюс. Республика Татарстан издавна богато полезными ископаемыми. Но какие ресурсы сохранились до наших дней, а какие вот-вот исчезнут из недр региона – далее в сюжете. Республика Татарстан – один из наиболее важных в минерально-сырьевом отношении регионов Российской Федерации. На ее территории разведано более сотни месторождений угля, хотя использоваться в промышленных масштабах могут только некоторые из них. Однако главный ресурс недр республики – это нефть. В Татарстане разведано и разработано более ста месторождений добычи. Именно здесь находится одно из самых крупных в России нефтяных месторождений – Ромашкинская. Однако изначально при добыче нефти в этом регионе допустили ошибку, закачав в недра большое количество холодной воды. Нефть была при температуре 48 градусов, это же мысленистая жидкость. А когда мы закачиваем холодную воду из реки Камы, в реке Камы температура среднегодовая 6 градусов. Ну, сами представляете, когда вы суп едите холодный, да, у вас ворота не провернешь, да? Ну, так же и нефть, вся самая нефть во всех порах, она застывает и добыча падает. Естественно, подняли давление, еще больше стали воды закачивать, ну, и фактически мы заморозили свои месторождения. Помимо нефти, Татарстан всегда был богат на медь. Казань и современная восточная часть Татарстана на протяжении 18-19 веков были одним из важнейших центров металлургии в России. Медные руды издавна пользовались популярностью среди людей, и даже сейчас этот металл востребован в бытовой сфере. Электрические провода всегда были из этого материала, ведь он отличается своей прочностью, но из-за дефицита руды медь пришлось заменить на алюминий. К середине 17 века Татарстан буквально охватила медная лихорадка. Официально заводчикам разрешилось вести поиски только на своих дачах и на порожних государственных землях. Разведке руд активно содействовало местное население. Среди татар и башкир за камье появилось много желающих найти залежи. Владельцы промысла без ограничений могли взять в аренду или приобрести землю за плату, установленную ее хозяином или государством. Хорошие результаты добычи на богатых месторождениях не давали покоя конкурентам. И вокруг, порой на одном и том же массиве, вскоре возникали рудники других заводчиков. Прибыльные шахты имели огромные размеры. Далее поиски месторождений меди только разрастались. Из покон веков было такое полезное ископаемое, как медные руды. Даже вот казанский ярус наш, он так и назывался, меденосные песчаники. Их открыли очень давно. И вы должны понимать, что сюда именно завеватели пришли именно за этой медью. Был же бронзовый век, а без меди бронзу не сделаешь. И поэтому самые известные в те времена, те самые иранские племена, они через Каспийское море по Волге прихожили сюда, в наше Булгарское царство, и выменивали вот эту свою серебряную посуду на наши медные руды. Вследствие ярой охоты за медью, ее ресурс в стране начал заканчиваться. И тогда было принято решение о возвращении поисков медных руд на территории Татарстана. За более чем 20 лет геологами Татарстана было определено местоположение более тысячи медных рудников. Десятки из них были изучены под землей. Многие рудники, разбросанные по востоку республики, оказались ценнейшими объектами промышленной археологии. После Полтавской битвы Петр I всех шведов загнал наши леса. И они здесь отбывали свою каторгу, поскольку цивилизованный народ. Вот они моментально нашли эти старые медные руды и создали 160 заводов. Начали плавить эту медь и поставлять ее Петру I. Петр за это их отпустил из каторги. Но все 160 заводов до 1898 года были просто уничтожены. Наши конкуренции друг друга жгли, заводы сожгли. В общем и медь закончилась. Но медь и нефть не единственные полезные ископаемые Татарстана. Наша республика располагает также промышленными запасами известняка, строительного песка, глины и производственного кирпича. Имеются перспективные запасы нефтебетумов, горючих сланцев, циолитов и бокситов. Адлина Абдрахманова, Андрей Багаудинов, Универниус. Наступление лета – это время особой активности насекомых. Некоторые из них могут нанести большой вред здоровью человека. О том, как защититься от опасных насекомых, расскажем в сюжете. С наступлением летнего периода активизировались кровососущие и жалящие насекомые, контакт с которыми может быть вреден и даже опасен для здоровья. В их число входят комары, мухи, слепни, пчелы, осы, шершни и клещи. Они могут обитать в местах с высокой влажностью, около водоемов, в лесах, в степных зонах, рощах, кустарниках, а также городских парках и скверах. Чаще всего люди сталкиваются с комарами, ведь их основная среда обитания – городская местность. В первую очередь комары, которые в больших количествах у нас как раз бывают в летний период. Они, помимо того, что просто кусают, могут переносить различные заболевания. Так, например, это малярия, которая стала в последние годы чаще фиксироваться на территории Республики Тарстан. И также появились экзотические болезни. Например, у нас стала фиксироваться в последние годы лихорадка западного Нила, который тоже переносится комарами. Также человек часто встречается со слепнями, которые обитают вблизи водоемов. Обычно они не являются переносчиками специфических заболеваний. Однако зафиксированы редкие случаи заражения человека оспой и сибирской язвой. Ядовитые насекомые, такие как пчелы, осы и шершни, также могут причинить вред здоровью человека. Их отличие в том, что они нападают только если потревожить их гнездо. Случайно бывает иногда в лесу вот осиное гнездо, если человек очень близко к нему подходит. Здесь опасность представляют массовые укусы. И, конечно же, самое опасное, когда у человека есть аллергия. Вот тут как раз смертельные исходы, они действительно у нас фиксировались. Самыми опасными членистоногими в летний период являются клещи. Они преимущественно обитают в лесопарковых зонах, в траве и высоких кустарниках. На пастбищах, лугах, обочинах дорог и даже в городских скверах и парках. Особенно благоприятным временем для их размножения является затянувшаяся весна или теплое дождливое лето. Чтобы избежать контакта с клещом, не стоит трогать руками низко нависшие ветки, кустарники и высокую траву. Среди них переносчиками опасных болезней являются около 5% особей. Они могут стать причиной таких тяжелых заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Клещи, как многие считают, прыгают на нас с деревьев, на самом деле нет. Они залезают на нас с почвы и с травы. И, соответственно, какой самый простой путь к коже? Это залезть под штанину. Поэтому, если у вас нет противоэнцефалитного костюма, вот этого, просто заправьте штанины в носки, тем самым вы себя обезопасите. Рубашка должна быть мешковая, без пуговиц. Ее тоже лучше заправить в брюки. Ну и, как я уже сказал, когда вы пришли из леса, личный осмотр. Посмотрите, потому что клещ, он обычно вплоть до нескольких часов может по телу ползать в поисках того места, где он хочет присосаться. Бытует мнение, что защититься от насекомых можно с помощью растительных средств, таких как герань, гвоздика и базилик. На самом деле герань действительно отталкивает комаров и мух, но не спасает от их укусов. Чтобы избежать контакта с насекомыми, стоит использовать специальные репелленты, которые для них токсичны. Вообще, конечно, сейчас появились очень хорошие аэрозоли, которые действительно неплохо отпугивают, но в первую очередь, комаров. Потому что слепни, они мухи как раз вот, они не очень такие, что называется, боятся вот этих аэрозолей. А вот комары, да, действительно, но там проблема в чем? Это же лето, жарко, человек обрызгался, потом он потеет. И, к сожалению, с потом, вот этот вот репеллент, он с кожи сходит. Поэтому нужно обрабатываться еще раз, чтобы, опять же, комары не кусали. Чтобы отдых на природе и вблизи водоемов не обернулся серьезными последствиями, необходимо соблюдать рекомендации по защите от опасных насекомых, проявлять бдительность и осторожность. Юлия Коваленко, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!